Сейчас новым холдерам очень сложно понять, что именно происходит на рынке. Сегодня я постараюсь объяснить, почему текущая волатильность на рынке создает основу для невероятного бычьего движения в ближайшем будущем. То, что сейчас происходит, похоже на осень 2018. Но на самом деле, как мы поймем, это среднерыночная коррекция, которую мы уже проходили в прошлых бычьих циклах. Сегодня мы разберемся, куда большинство китов вкладывает свои деньги. Дело в том, что они шлют свои деньги на бирже, но не биткоинами, чтобы продать их, а в виде стейблкоинов для покупок этих падений. Сейчас происходит манипулирование новичками, которые пришли на этот рынок. Это делают крупные киты, которые не очень хотят, чтобы остальные люди зарабатывали. Именно в такие моменты новичков обычно сливают, а киты зарабатывают еще больше. Мы погрузимся очень глубоко во все, что происходит в индустрии и, по моему мнению, привело к этому обвалу. И если тебе понравится мой анализ, не забудь поставить лайк. Меня это очень мотивирует. Для небольшой перспективы, давай посмотрим на твит от план B. Именно этот человек создал ту самую знаменитую сток-то-флоу модель для биткоина, которую многие люди, в том числе на каналах типа CNBC, используют в качестве библии криптоиндустрии. Эта модель показывает, что 280 тысяч долларов за биткоин – это та самая цена, которая должна стать новой и справедливой медианой рынка. Но, скорее всего, цена превысит эту отметку во время своего дикого роста. Для некоторых это кажется какой-то невероятной математикой, но на самом деле это всего лишь 6 иксов от текущей цены. Что на самом деле не так уж и безумно, учитывая то, что биткоин за прошлый год сделал почти 20 иксов. В своем твите план B пишет «Ничто не может расти постоянно одной прямой линией. Биткоин рос 6 месяцев подряд до текущего месяца». Это сильно похоже на просадку в середине пути, которую мы уже видели в 2013 и 2017 годах. На этом графике мы видим помесячный рост биткоина в прошлом и в этом цикле. Этот цикл обозначен красной линией. Бирюзовая линия – это цикл 2012-2016 и синяя линия – это цикл 2016-2020. Как мы видим, все идет практически по учебнику и эти графики невероятно похожи. График текущего булрана – красный. Очень сильно похож на гибрид 2013 и 2017. Многие люди думают, что в текущем цикле тоже будет две вершины. Точно так же, как в цикле 2012-2016. Кстати говоря, на модели Stock-to-Flow Ratio это тоже очень напоминает 2013-2014. Эта идея может означать более сильное падение в краткосрочной перспективе, но более сильный рост в долгосрочной. Конечно, рынок должен охладиться значительно сильнее, чтобы набрать силы перед гигантским параболическим взлетом. Если посмотреть на график 2013-го, можно увидеть мощнейший подъем, который закончился крупной просадкой, но затем рост продолжился. Кажется, что красная линия идеально вписывается в графики предыдущих циклов. Если биткоин продолжит рост, устанавливая все новые пики, это создаст ликвидность для альткоинов, которые тоже начнут расти. Очень много альткоинов уже дали 10, 20, 50, 100 иксов и даже больше. Поэтому неудивительно увидеть коррекцию этих альткоинов на 30, 40 и 50 процентов. Откровенно говоря, так происходит всегда, когда рынок наполняют новички. Мы видим подобное с DogiCoin, SafeMoon и общим пампом рынка, который привлек множество новых инвесторов. Обычно в подобном сценарии у китов всегда есть преимущества. Я думаю, что сейчас произошло нечто подобное и киты устроили массовую коррекцию альткоинов. В отличие от них биткоин ушел не так далеко от своего пика и для него все выглядит достаточно хорошо. Скорее всего киты фиксируют свою прибыль по альткоинам, причем очень хорошую прибыль, и готовятся к следующему выстрелу. В криптовалюте, как и в жизни, есть распространенное выражение «следуй за большими деньгами». Алекс Сондерс приводит конкретный пример, как мы следуем за китами и пытается понять, что именно делают эти киты. Он пишет «Слышу, как плещутся киты». Судя по этому графику, это второй крупнейший ввод токенов тезер USDT на бирже с начала февраля этого года. Этот пик показывает огромный приток USDT на бирже. Обычно подобные всплески в увеличении баланса тезера на биржах означают, что киты готовы к покупкам криптовалют. Все становится абсолютно ясно. Люди продают свои альткоины за стейблкоины, а затем закупают биткоин за эти же стейблкоины, сразу после того, как рынок пройдет через коррекцию. Это цикл обмена альткоин-биткоин, во время которого биткоин растет в 2 раза, а альта в 5 или 10. Затем все падает, но не так сильно, как выросло. И хотя ситуация на рынке выглядит жестко, на самом деле это все кажется подготовкой к следующему взлету всего рынка. Смотря на все эти данные, я считаю, что рынок готовится к очень мощному восходящему движению после массивной коррекции. Лично я ничего не делал со своим портфелем на этих просадках. Конечно, многие люди хотят продать свои накопления на пике, а затем закупиться на самом дне. Но это практически невозможно, так как точно предсказать, где пик, а где дно, очень трудно. Именно поэтому я для начала вывожу то, что вложил, а затем фиксируюсь четко по своим целям, несмотря ни на что. Причем эти цели у меня есть и вверху, и внизу. И если этих целей мы не достигли, соответственно, я не продаю и не покупаю. Когда я вернул свое, когда я держу биткоин 4 года, и он уже иксанул очень неплохо, мне в принципе все равно на коррекции и падение. Я хочу показать тебе альтернативный взгляд на вещи с точки зрения пользователя KSI Crypto. Он высказывает достаточно фундаментальную вещь для криптоинвесторов. Особенно для новеньких криптоинвесторов, которые еще не имеют никакого опыта и не знают, что здесь вообще происходит. Вот что он пишет. Я на крипторынке с декабря. Что же я понял? Холд это лучший способ заработать деньги. Я изучал и занимался торговлей, в том числе маржинальной. Пытался успеть за пампами и так далее. Если бы я просто инвестировал в монеты, которые я выбрал в декабре и не трогал их, сейчас я был бы намного богаче. Это так угнетает. Лол. Это реальная история криптоинвестора. Всего лишь нужно инвестировать с уверенностью, зайти как можно раньше и держать свою инвестицию. Впереди тебя будет ждать неровная дорога. Будет масса падений и коррекций, вызывающих желание поскорее продать и забыть в ужасе. Появятся также и другие вещи, которые будут испытывать твою уверенность. Если уверенность пошатнется и тебя вытряхнет с рынка, что часто происходит во время манипулятивных циклов, я уверяю, ты пропустишь огромные прибыли на длинной дистанции. У всех самых лучших криптоинвесторов есть одна общая черта – терпение. Причем это даже касается не только криптоинвесторов. Самый главный пример этого – Уоррен Баффет. Многие люди говорят, что причиной падения было истечение срока опционов биткоина 23 апреля. Мы уже прошли его и можем с уверенностью утверждать, что опционы не являются причиной сомнений и страха на рынке прямо сейчас. Смотря на графики плана Б, на поведение китов и на подтверждение, что лучшей стратегией является просто холт, я уверен, что это не начало медвежьего рынка, а лишь коррекция на пути к большему росту. Если ты фиксируешь прибыль где-то в середине булрана, убедись, что у тебя есть долларовая позиция, например, в тезере или другом стейблкоине, для того, чтобы выкупать просадки по очень сладким ценам. Я уже потратил 20% своей позиции, купив дважды. Что касается налога Байдена. Несомненно, это не является реальной причиной текущей просадки, а просто еще один манипуляционный способ, которым киты влияют на новичков рынка прежде всего. Такими новостями они создают крупные, каскадные распродажи. Рынок уже падал несколько дней до того, как Байден предложил этот законопроект. Для жителей США, возможно, это имеет некоторую логику, так как долгосрочный холт теперь будет приносить меньше прибыли. Но в рамках всего рынка, это лишь еще один способ использовать новости для манипулирования. Для создания мнения, что это внесет фундаментальные изменения в криптовалюту и ее ценность. Что абсолютно не так. Подобный манипулятивный ход встречался и в 2017 году, когда появилась новость, что Китай заблокирует криптовалюту. В текущем цикле мы видели то же самое с Индией и Турцией. Киты будут использовать любую возможность, чтобы оказывать влияние на уверенность новичков и всего рынка в их инвестициях. Кто будет менее всего уверен, абсолютно точно отдаст все свои деньги в руки китов. В данной ситуации новости об изменении налоговой базы для жителей США и особенно то, как из нее раздули слона, выглядят настоящей манипуляцией. Задумайся, если прибыль в 100 иксов получит несколько дополнительных процентов налогов, изменит ли это что-либо в долгосрочной перспективе? Если мои биткоины вырастут в 10 или 20 раз от текущей цены, есть ли мне дело до 20% дополнительных налогов? Хм-хм-хм, смешно. Я считаю, что подобные новости не могут оказывать какого-либо фундаментального влияния. Мы все еще находимся где-то в середине булрана как минимум, и я буду продолжать смотреть в будущее с уверенностью. Киты создают преимущество для себя из новостного фона, пытаясь управлять драматическими рыночными событиями и пугают всех этих новых инвесторов в доги Коэн и особенно нашумевший сейфмун. Эти люди только-только пришли на рынок и ими очень легко манипулировать. Нужно понимать, что когда мемы из тиктока направляют орды новых инвесторов на рынок, которые ничего не знают о поведении на пиках и просадках, это создает огромное количество новых человеческих целей, которыми можно легко манипулировать и на которых можно неплохо заработать. Причем интересно, что это понимают не только крупные игроки. Посмотри, сколько за этот год появилось новых криптоканалов, которые за короткое время обогнали меня и то, чего я достиг почти за 4 года кропотливой и упорной работы. И практически все из них показывают свои огромные прибыли для того, чтобы получить именно твои деньги, сделать огромную прибыль именно на тебе. Но смотря на последний год, я по-настоящему верю, что когда я публикую подобный контент, я помогаю людям вернуть свои инвестиции, тем самым полностью обнулить риски. Если ты вернул свою тысячу долларов, которую инвестировал, риска потерять у тебя больше нет. Кроме этого, я помогаю людям оставаться в своих биткоин-позициях после этого, потому что в конце концов это принесет им огромную прибыль. Пусть даже ради этого придется подождать еще 5 лет. Может быть меньше, а может быть и больше. Никто не знает. На самом деле, какая разница? Меня всегда поражала эта логика, что 5 лет инвестиций, чтобы разбогатеть. Многим людям кажется бесконечностью. Но провести 40 лет на работе, чтобы оставаться финансово разбитым, это приемлемо. И совсем-совсем недолго. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывай. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok